Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Меня зовут Ариана. Часто смотрю ваши видео. Я уехала из Украины в 20 лет. 10 лет назад я привезла мою семью в США. Я давно думаю о том, украинка я или американка. Когда спросила у одного знаменитого украинского политтехнолога, он мне сказал, что я американка. Да, политтехнолога. Но он сказал очень тихо. Как он сказал? Тихо сказал или как? Я не знаю. Ты же американка. Вопрос. Да. Знаете ли вы о том, что Арестович ваш фанат и говорил о вас у Латыниной? Интересно узнать ваше мнение. Ну, прежде всего, я... Надо уточнить, потому что ударение Арестовича или Арестовича я не знаю. И ни в коем случае нельзя обижать. По-моему, Арестович первое. Второе, если человек, если я не ошибаюсь, Арестовича называют, признали, что за экстремистом террористом и так далее. Кстати, не путайте, вот, Хамас, у нас это нет террористов. Арестович у нас террористы. Значит, Арестович у нас террорист и экстремист. И опять-таки, если я не ошибаюсь, потому что, честно говоря, я не следил, он на Украине, на него заведено одно или два уголовных дела. И если на человека две системы враждующих вот так прижимают и репрессируют, значит, этот человек мне уже интересен, потому что он так или иначе вне системы. Так или иначе. Это уже, ну, как-то личностно, личностно показывает личностный рост и объем, масштаб личности. Первое. Второе, я не думаю, что мне присылали небольшое видео. Очень думаю, что он как-то, что-то там, как он сказал, фанат или что-то. Я думаю, что он очень верно отметил то, как я, опять-таки, правильно понимаю историю войны 12-го года, всего конфликта с 805-го года, что случилось, почему Александр I начал весь этот конфликт, почему вина России и так далее. И здесь он молодец, это действительно неожиданно, это нестандартно, он молодец, что... И меня как-то смотрит или читал и отметил, это он молодец. Вот. Что касается... Кстати, это вот я не знаю, я сейчас слегка так негромкий голос спародировал. И, кстати говоря, если вот Арестович будет смотреть, надо понять, что я почти пять часов в эфире. Вот, я не знаю, вы были пять часов в прямом эфире, не вставая, не отходя, просто даже не вставая, не прекращая ни на одну секунду почти говорить. Поэтому я так уже примерно без кислорода в головном мозге, я примерно отвечаю на вопросы, причём надо отвечать так, чтобы обходить 50, 60, 70 статей Уголовного кодекса. Потому что, значит, вот... Ну, неважно почему. Значит, отношения... Как она сформулировала? Вот мнение о том, что... Знаю ли я? Да, что Арестович поклонник, и у Латынины говорил о вас. Ролик, ролик маленький мне присылали. Всё, поклонник я никогда не знал. Мне... А, я вам скажу вот что. Я помню, что прошлым летом очень хитрые товарищи, видимо, по наушению кого-то профессионального, мне присылали и говорили... Это не мои близкие знакомые, но видно, что до меня пытались специально донести. Говорят, вот, Арестович, он очень много берёт. Значит, у вас чуть ли там не ворует тезис. И так не говорили, но что-то в этом духе... То есть, пытались поссорить нас. Потому что знали, что я могу, значит, так среагировать. И пытались поссорить. Это было. Это было прошлым летом как нечто спланированное. Я могу сказать честно, что я не поссорился и ничего не прокомментировал, не проверяя, потому что мне это время, я в этом смысле и ленюсь. Только потому, что мне было лень. Вот честно. И мне было лень до осени этого года, когда я только хотел, значит, вам сказать, что вот, что Арестович обещал, что за две недели всё закончится, а значит, то да сё. И вдруг мне просто в последний момент буквально какие-то поклонники, уже искренние и хорошие, присылают вот этот отрывок из эфира, где Арестович говорит, что вот, я есть и такие замечательные выводы, правильные, всё. Это было очень точное, правильное попадание. Потому что когда меня спрашивают, у меня же очень много приходит этих ежедневных писем, мне помощники пересылают, и вопрос, на кого работает Арестович, на кого это самое, под кем он, а не под чекистами или на этих, или на тех и так далее. Как будто я вообще мне это всё. И я вам хочу сказать, что после того, как Арестович, который, напоминаю, признан у нас в России и террористом, и экстремистом, и, может, ещё чем-то признан, я не знаю. Вот, после того, как он высказался хорошо о моей монографии и о моей концепции, на что он теперь имеет право, какие опции. Прежде всего, он имеет право работать на чудовищных и жутких, и совершенно вообще самых кошмарных чекистов. Он может работать на свои службы, спецслужбы, чего там хочешь, и быть любым патриотом или спецслужбистом, чем угодно. На МОСАД, на английские, американские, марсианские спецслужбы, и какие угодно, всё, что угодно. Он может совершать самые страшные вещи и прочее, и прочее, и быть страшно амбициозным и так далее, только вот заодно то, что он высказался так вот хорошо о моей монографии. Соответственно, для вас это я просто объясняю, это вам, так сказать, как, ну, не то, что на путьстве, да, но если вы... Так что вот, что касается на кого... Потому что так иначе этот вопрос есть, на кого работать. Значит, что я думаю? Во-первых, прежде всего честно, чтобы делать вывод аналитический, надо в чём-то очень хорошо разбираться, знать первоисточники. Я крайне мало слышал в интервью, беседах или что там есть у Алексея. По-моему, Алексея его зовут, да. Соответственно, говорить абсолютно, ну, так сказать, однозначно, уверенно я не могу. Когда я что-то изучаю, я могу сказать абсолютно более чем однозначно, и дальше меня с этой позиции никак не сбить. Вот. Но в данном случае я просто не изучал. Среди прочего, почему я не знаю и не слушал, потому что дело в технической проблеме. Мне иногда присылают узнать мнение, вот, об интервью Арестовича. Я включаю, слушаю вопрос ведущего, потом здоровается, вернее, здоровается ведущий, здоровается потом Арестович. Я вынужден на Арестовича больше делать звук, потом орёт снова какую-то фразу ведущий. Я меньше делаю звук, то есть это от меня действие, да. Потом они узнают, сколько времени или сколько они в эфире. Я опять на ведущего меньше звук, на Арестовича больше звук. И третий раз, когда уже Арестович начинает отвечать по делу, я просто отключаю, потому что я не могу туда-сюда постоянно звук, значит, менять. И просто ленюсь. И поэтому я не знаю в основном тезисы, которые он сообщает в этих видео. Это вот такая проблема. Первое. Второе. Но из того, что так или иначе носятся в воздухе, какие-то обрывки, какие-то куски, что и так далее, моё впечатление, что на кого работает, сто процентов он работает на себя. С кем он там имеет контакты, и мне не важно, и вообще это, я вам скажу, даже вам это не важно. Если человек умный, он может иметь контакты с кем угодно, это будет выгодно умным людям, не только ему, но всем умным людям. Если человек дурак, то он может иметь контакты с кем-то, не иметь контакты с кем-то, и кто-то ему платит, не платит. То есть всё, что он делает, это плохо, дурно, дебильно, бессмысленно и так далее. Затем, если... Я думаю, что основной, на кого он работал, на себя, у него достаточно большие амбиции. Он игрок и игрун, ему это нравится. Вот, и он такой, он стремится как бы всё вот вперёд, так сказать, что-то изобретать такое новое, прогрессировать. Хотя во многом мы вспоминаем 16-й, 18-й, 17-й век, эпоху наёмников. Потому что когда одна страна европейская нанимала там солдат, потом другая, он с такой же радостью и, так сказать, рвением воевал за другую страну и так далее, и так далее. Здесь этого мы не видим, что за другую или как, и так далее, но он вот воюет за себя, это очевидно. При этом, это не значит, что что-то плохое сделает там Украине или России и так далее, совершенно не обязательно. Я не думаю, таких задач у него нет. Если человек, он амбициозный, то он будет делать только хорошее, потому что он хочет результатов хороших, потому что у него есть амбиции, понимаете? Это очень важно осознать. Амбиции, если они дельные у дельного человека, у думающего и так далее, они могут помогать в реализации проектов. Вот здесь амбиции у дурака и ничтожества – это большая проблема. Вообще, между нами, говоря, ну, между нами и сотнями тысяч, да, и теми, кто слушает, и чекистами, которые слушают и записывают, в принципе, я думаю, что вот с ним бы я бы мог договориться, если бы он там, а я здесь, и мы бы, я думаю, это всё бы завершили, я думаю, что мы бы сговорились. Почему я так думаю? Мы говорим на одном языке, не в смысле, что на русском, а на одном смысле, что он начитанный. Я даже, несмотря много интервью, какие-то 2-3 минуты мне достаточно. Он, это видно, это не важно, нахватный поверхностный, это не имеет значения, он начитанный. И общая образная система, и когда человек ловит цитату, вот я сегодня об этом говорил, что большинство сейчас просто не ловит цитату, и когда он заражён, он не заражён, не инфицирован вот этими архаическими идеями, там, ватников или вышиватников, косовороток или чего-то и так далее, вот, он хочет что-то новое придумывать, неважно, из амбиции, из игры, и это не имеет значения. Главное, что это движение вперёд и созидание чего-то нового, а не попытка трупа, вот, труп какой-то достать и пытаться оживить труп. Вот, это невозможно. А из двух сторон мы пытаемся оживить труп. Вот, и я думаю, что мы бы сговорились, тем более, что, опять-таки, буквально в четверг мне прислали, оказывается, все уже видели, но не все, а многие видели, я не видел. Такое, видите ли, видео, это эпизод из какой-то то ли фильм, то ли сериал. Такой, я думаю, что это там что-то, кто-то в интернете, одна была фотография, так сказать, ну, что кто-то намонтировал, а когда что-то не намонтировали, это эпизод был. Он сыграл в фильме. Вот, и вот после этого эпизода я особенно понял, что, в принципе, мы можем, могли бы с ним сговориться относительно решения, так сказать, каких-то глобальных проблем, чтобы люди не страдали и так далее. Легче было бы гораздо. То, что я повторяю, что мы вот на одном языке говорим, это очень важно. То есть, даже это английский или какой угодно, но это новый разговор людей, которые вообще так любят книги, вот, и знают какие-то образы и так далее. Так что, Арестович, не знаю, надо, наверное, вот, видите, вы меня так подталкиваете, наверное, больше обратить внимание. Я вам честно повторю, я практически не слышал, ну, больше трёх-четырёх минут подряд, я, наверное, больше не слышал. Может быть, я, кстати, вот я послушаю, и я, что мне не хотелось бы, изменю мнение, мне придётся говорить, что нет, я передумал. Это я никогда, это мне очень не хотелось, потому что я, в общем, никогда не ошибался, я не привык к этому, да, вот так случилось. Но, может быть, наоборот, я утвержусь в этом мнении, когда послушаю. Но это тоже надо найти время, плюс мне ещё кто-то, я, так сказать, развалюсь на диване, а тогда давайте, конечно, помощник мне будет вот так, туда-сюда звук. Потому что вот он так заговаривает толпу этим журчанием, и поэтому, да, ну, что же. Не знаю, он сейчас где, он и остался там, значит, на Украине, или он, по-моему, что-то, по-моему, он уезжал куда-то, или временно, или как. Но так или иначе, я думаю, что один момент, где-то прислали мне дня тоже 2-3 назад, потому что ведь как это выстраивается, у меня, кстати, что требует, я вообще жертва, я вам скажу так, а у меня постоянно требует мнение про что-то, про какой-то фильм, сериал, книжку или человека. У меня нет ни желания, ни времени, вот в 99% случаев. Но поскольку уж я взвалил на себя эту публичность, не специально, требует, причем часто требуют хорошие люди, я пытаюсь смотреть это мучительно, это 1-2 минуты для составления какого-то мнения, причем я всегда знаю заранее по одной фотографии, но из честности я все-таки посматриваю, и, как правило, это первое впечатление верное, я обдаю. Вот, и мне прислали что-то такое, он очень реалистичное говорил, правильное, про современное состояние Украины, все верно, что, в общем-то, все плохо, идет катастрофе, здесь он во многом прав по тем причинам, что я озвучил в начале стрима, такой долгий спич выдал, вот, и, кстати говоря, главное, чтобы никто без ссылки эти тезисы, которые в начале стрима я озвучил, не повторял, иначе будет история как с Соколовым, потому что я очень за авторскими правами слежу, и никакие разницы в странах и континентах не спасут. Так вот, но там же, по-моему, если, опять-таки, я не ошибаюсь, он проронил фразу, по-моему, той же Юлии, что вот, типа, Россия что-то нашла себя, а вот Россия нашла себя, и что-то, я, может, не точная цитата, но суть в этом. Вот здесь, вот здесь он мог чуть-чуть спалиться. Не надо так палиться, надо, ну, что ли, хитрее, я не знаю, как сказать, ну, не надо так палиться, вот, или ошибаться, я не знаю, или палиться, или ошибаться, искренне, я не знаю. А так, в принципе, я думаю, что мы могли бы заговориться, если бы исторические обстоятельства привели к тому, что и так случилось, Кто знает, кто знает. У него один есть прокол, возможно, он в это играет, я не знаю. По-моему, и опять-таки, если я не ошибаюсь, я его не путаю, могу путать. По-моему, он говорил, что все равно он очень верующий и так далее. Это сильнейший интеллектуальный прокол, но опять-таки здесь надо понимать, для чего человек говорит, какого, так сказать, кондотьерства, какого наемничества, какой игривости он, потому что это может быть частью этой игривости, этого образа, этого темперамента. Да, это может быть частью, осознанно или неосознанно. Ну, а так, если что, верит в одно, поверит в другое, в конце концов. Тут же это дело не в знании, так что. Но опять-таки, я могу сказать честно, я не смотрел серьезно, не то что серьезно, я не смотрел больше трех-четырех минут. Вот. Наверное, поскольку каждый день, последние два месяца у меня постоянные вопросы, на кого работает Аристович, я не знаю, даже близко не смотрел, но вот мое впечатление, что он с амбициями, а значит, работает на себя, но это не всегда плохо. А с кем он мог там иметь контакт или иметь и так далее, это дело 147-ое. Вообще, известный человек и человек значимый, если он ни с кем не имеет контактов, это вообще странно, потому что если он никому на три буквы не нужен, ну, такое может быть, но это, ну, я не знаю. У меня вот, например, такая ситуация, что меня боятся. До меня даже доходит, что меня боятся в том смысле, что как я среагирую, что я кому быстро расскажу и так далее, поэтому в этом смысле мне хорошо, я совершенно чист, потому что меня просто боятся, со мной связывают. Не бойтесь. Но, 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 но главное в любом тщеславии и в любых амбициях только одно – это есть ли под этим способности талант или нет, тогда амбиции либо хорошо, либо если нет, то плохо. Вот так все. Субтитры создавал DimaTorzok